Всем большой приветик! После вчерашнего моего видео, которое было посвящено новой помаде от Maybelline Watershine, мне поступил такой достаточно интересный запрос сделать мини-обзор, сравнение старой Watershine, так как я сказала, что она у меня тоже есть, и новой. И так как мне показалось это действительно очень интересным, я решила выполнить этот запросик. И первое, что хочется сказать, я думаю, первое очевидное отличие этих помад, это их дизайн, их упаковка. Вот это у меня старая Watershine, а это новая. Что же касаемо старой Watershine, я знаю, что там есть еще более, то есть раньше был еще более старый дизайн, в принципе такая же упаковочка, только не ярко-малиного, а такого светло-сиреневого цвета. Но вот у меня именно такая. И вот это вот новая, то есть упаковка, разница очевидна. Лично мне больше нравится дизайн новой Maybelline Watershine. Мне кажется, что я так поняла, что Maybelline вообще хочет перейти на такие упаковочки, и честно говоря, мне такой дизайн нравится намного больше, нежели вот этот. Но в принципе дизайн, наверное, это не самое главное. Что касаемо цвета, то старая вот Watershine у меня оттенок 200. Такой вот ярко-малиновый цвет. Такой вот. И новая у меня оттенок 109. Наоборот, такой уже не яркий, а наоборот такой вот светло-светло-розовый оттенок. Вот. Если сравнивать цвета, то, конечно же, разница у них сразу видна. Если говорить вообще обо всех цветах, об цветовой гамме, то новая цветовая гамма несколько отличается от старой. То есть есть какие-то оттенки, которые повторяются, которые были из старой Watershine, а есть оттенки, которые совершенно новые и которые, скажем так, не повторяются, а абсолютно новые, и их не было в старой коллекции. Если говорить о самом качестве помады, то, на мой взгляд, у них есть очень такое очевидное различие. То есть старая Watershine, она имеет более крупные блестки. Я не знаю, возможно, это у меня именно такой оттенок, но в моем оттенке есть достаточно крупные блестки, которые очень так вот заметны. И эта помада старая имеет более такое полупрозрачное такое покрытие. То есть она, скажем так, не сильно такая вот густая, не сильно кремовая, а такое покрытие такое полупрозрачное. И на губах она смотрится с таким влажным эффектом и выглядит как блеск. Если говорить о новой Watershine, то у нее также есть блестки. Не знаю, будет ли вам видно, но эти блестки, они гораздо меньше, нежели в старой. И покрытие такое более густое, более кремовое, и она более плотно ложится на губы. Сейчас она у меня на губах, новая помада. Но она также выглядит как блеск, в принципе. То есть тоже достаточно такой, можно сказать, влажный эффект влажных губ. Но покрытие все-таки у нее более плотное, и сама текстура более плотная, нежели вот в старой Watershine, повторюсь, что в старой более такое полупрозрачное покрытие, а в новой более кремовое покрытие. Если сравнивать, то в принципе мне они нравятся обе, но лично на мой взгляд и лично мне все-таки больше нравится новая, и я отдаю свое предпочтение новой помаде. Многие говорят, что она как-то ужасно ложится на губы, скатывается, там подчеркивает шелушение. То есть даже под моим предыдущим видео было очень много таких негативных комментариев, что это ужасная помада. Я не знаю, мне эта помада очень понравилась, намного больше, чем вот эта, хотя в принципе старая мне тоже нравится, но новая мне нравится даже больше. Единственный в ней минус, который я для себя нашла, и не только я, а очень многие девушки, это минус в ее дизайне, то, что сзади она немножечко царапается вот саму вот эту вот тюбик, и помада, конечно же, немножечко портится. Здесь, конечно, Мейбель немножечко не подрасчитал, но я надеюсь, что в следующих своих помадах Мейбелин будет, скажем так, учитывать этот факт, и такого уже не будет. Ну вот, в принципе, это обе такие достаточно хорошие помады, у всех разные отзывы, у всех разное мнение, но мне эта помада понравилась, на мои губы она ложится очень хорошо, идеально не скатывается ничего, то есть мне понравилось. В принципе, старая мне нравится тоже, но новая мне нравится все-таки больше. Вот и такой был небольшой мой обзорчик, сравнение. Вот, я выполняла запросик, надеюсь, то, что вам понравилось. Всем большое спасибо и всем пока!